Все, слышно, хорошо. Все, спасибо большое. Все, можем начинать. Еще раз хочу всех поприветствовать. Мы опять открываем новый цикл в этом новом учебном году наших всероссийских научно-практических вебинаров. Сегодняшняя наша тематика вызвала большой интерес. С названием нашего вебинара «Оценка жизненных компетенций обучающихся с расстройствами аутистического спектра». Вообще, если уж говорить про те темы, которые мы предлагаем на наши вебинары, хотелось бы к вам обратиться, чтобы была какая-то обратная связь. И те темы, которые у вас вызывают какой-то наибольший интерес, нам бы хотелось, конечно, чтобы вы нам сообщили, и чтобы мы запланировали на следующий год вам представить интересующие вас темы. А сегодня ведущая нашего вебинара – Давыдова Елизавета Юрьевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник научной лаборатории Федерального ресурсного центра. И сегодня представит тему, которая два года, да, уже разрабатываете, даже больше, три, наверное, да, лаборатория разрабатывает данную тематику. И сегодня Елизавета Юрьевна поделится результатами, расскажет про методику оценки жизненных компетенций. Даю вам слово, Елизавета Юрьевна. Спасибо. Спасибо, Марина Алексеевна. Добрый день, уважаемые коллеги. У некоторых, я вижу, не день, а ценно, потому что свидетельствует о том, что данная тематика интересна и актуальна. Но это совершенно неудивительно. Дело в том, что вопрос о том, что такое компетенции, зачем они нам нужны, он встает автоматически, когда мы начинаем смотреть те материалы, которые рекомендуются нам, начинаем смотреть стандарты. Это те понятия, которые, так скажем, были какое-то время назад спущены сверху. И что это такое, не всем понятно. Это совершенно естественно. И начали мы свою работу именно с того, что попытались изучить. Как же понимается это понятие, и что специалисты, работающие на местах, понимают под словом компетенции. Получили чрезвычайно широкий спектр ответов, разных, очень интересных, но, собственно, компетенций там не было. Потому что понятие как таковое имеет свои формулировки, но эти формулировки остаются в границах теоретических исследований. А в практическую науку, в практическую деятельность они практически не спускаются, не доходят. С чем же путают у нас компетенции, откуда они взялись, как нам подходить, и вообще нужны ли они нам? Может быть, это какое-то лишнее нововведение, которое спустили, и мы должны просто его терпеть, как-то приспосабливаться. Многие так и делают, мы сегодня поговорим об этом. И начнем как раз с обсуждения всех этих общих вопросов. Сразу хочу успокоить тех, кто ждет информации непосредственно о работе с детьми с аутизмом, поскольку созявлено это в заглавии, в названии. Наша методика универсальная, только поэтому она может помочь и в работе с аутистами, поэтому мы обязательно об этом скажем, но это будет в самом конце, после того, как понятие компетенции, надеюсь, для всех для вас станет родным и понятным. Ну, давайте приступим. Вопросы, как мне сказали по регламенту, мы задаем в конце. Останется время, и все, что вас интересует, вы можете задать, поэтому по ходу, чтобы не забыть, можете свои вопросы записывать, и потом мы их все обсудим, ну, сколько успеем. Я как переключаю? Листаю как? Вот так, на слайде. А, вот так. Так. Нет. Сейчас. Не листается. Так, вот сразу видны технологические компетенции мои. Сейчас мы разберемся. Вот листаю, нажимаю. Опа. Следующий слайд. А почему-то там пошла другая, другая как-то. Не то, что можно. Ага. Ну вот, видите, все получилось у нас очень хорошо. Понятие компетенции встречается в нашем федеральном государственном образовательном стандарте множество раз. Однако, конкретной формулировки там не дается. Более того, встречается он в самых разных контекстах и даже бывает разного рода. Если мы начинаем внимательно читать, то мы видим, что у нас где-то компетенции «я», где-то компетенции «и» и так далее. Сейчас мы посмотрим, что это значит. Есть ли там какой-то общий знаменатель. Откуда все это взялось? Взялось это с тех пор, как системно-деятельностный подход стал основополагающим подходом для организации нашего образования. Как вы знаете, этот подход основывается на теоретических положениях концепции Льва Семеновича Выгодского, Леонтьева, Ильконина, Гальперина и целой плеяды замечательных наших психологов и педагогов-теоретиков и практиков тоже. Это чрезвычайно обширный пласт теоретических исследований, практических разработок, который дал для педагогики XX века чрезвычайно много. И в основе его лежит, конечно, понятие деятельности. И личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется, по их мнению, характером организации деятельности. В первую очередь учебной. Для нас с вами важна именно эта формулировка – характером организации. Не результатом деятельности, не процессом, а именно характером организации. Как вы увидите, это имеет непосредственное отношение к понятиям компетенции. Вот давайте посмотрим, в каком же контексте встречается у нас в обглосах эта формулировка. В ходе реализации деятельностного подхода в обучении детей с рас, это я взяла из стандарта для этой категории детей, то же самое встречается и в других стандартах, обеспечение условий общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков, а именно академических результатов, но и прежде всего жизненной компетенцией, составляющей основу социальной успешности. То есть мы видим, что жизненная компетенция, которая здесь в единственном числе фигурирует, потом будет и по-другому, этот вопрос до конца еще, по-видимому, не решен, представляет собой некую надстройку, некое системное образование, которое базируется на всех тех знаниях, навыках и всем том, что на данный момент у человека есть. Но не только на этом, это не простая сумма каких-то известных элементов. Посмотрим дальше, что же это такое, как нам это понимать. Вот в каждой из программ, в каждом из вариантов программ мы видим, что задачей является формирование полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком и учителем. Мы видим формирование жизненной компетенции, применение как общих, так и специальных методов приемов в обучении. Развитие 8.3. У обучающихся жизненной компетенции на основе полномерного введения в более сложную социальную среду и так далее. То есть везде мы видим, что жизненная компетенция – это весьма и весьма общее понятие. Тем более сложным становится вопрос, как же измерить. Чем более понятие обширное, тем сложнее нам его делить на части, измерять. Мы оставим в стороне сегодня, у нас не так много времени, оставим в стороне вопрос о классификации компетенции. Он тоже чрезвычайно интересен, но и весьма дискуссионен. Поэтому мы пока не будем его касаться, мы поговорим о том, что же это такое на самом деле, как это сейчас понимается. И с чем это понятие в первую очередь смешивается. В том исследовании, о котором я уже упомянула, большая часть компетенции, которая была представлена, описана педагогами и специалистами, представляла собой описание жизненных навыков. Или неких конструктов, которые мы называем социально-бытовая ориентировка, комплексов, навыков и умений, которые в старых учебниках, в старых наших курсах именно в таком разделе шли, как социально-бытовая ориентировка. Дефектологи прекрасно знают эту отрасль и знают, как она важна и как необходима для обеспечения вообще всего учебного процесса. И насколько простые, казалось бы, свещи могут оказаться очень принципиальными и мешающими обучению. Хотя сами они непосредственного отношения к обучению вроде бы как и не имеют. Здесь же, конечно, необходимо немножечко сказать о том, как данное понятие представлено в зарубежной практике, где существует международная классификация функционирования, в которой перечислены все навыки, умения, возможности, все, что человек может, должен и имеет перспективу научиться делать. Это чрезвычайно большие списки, структурированные списки различных навыков, которые очень интересно описывают все сферы человеческой деятельности, но, естественно, в таком виде, в каком они есть, представляют интерес в большей степени справочный, а не методологический, методический. Потому что проверить все это, есть ли это у человека или нет, конечно, совершенно не представляется возможным. Но на основе этих списков сделан целый ряд методик, которые более общего характера или более частного характера приспособлены, например, непосредственно к особенностям детей с расстройственно-аутистического спектра, которые представляют собой, опять же, не будем сейчас углубляться в анализ конкретно этих методик, это отдельная тема для рассмотрения, чрезвычайно тоже, надо сказать, интересная, но она нас может далеко увести от нашей сегодняшней задачи. Итак, эти методики представляют собой в общих чертах перечень более или менее обширной навыков, которые человек должен обладать. И проверка их занимает очень большое количество времени. То есть это может занимать от нескольких часов до месяцев полное обследование на предмет того, что из вот таких мелких и мелких умений у человека есть. В ситуации, когда возможности невелики, трудности развития и так далее, это бывает очень информативным, полезным. На этом строится программа развития. В ситуации более благополучной это чрезвычайно затруднительно сделать, потому что в разы увеличивается количество возможностей и способов, которыми та или иная деятельность может быть реализована. И, как мы понимаем, сложная деятельность у нас никоим образом не может быть набрана из простых элементов. То есть она не является суммой простых действий и реализации навыков и конкретных знаний. Как же теоретически сейчас рассматриваются компетенции и что это такое? Какова, так скажем, наиболее распространенная формулировка? Окончательно, так скажем, зафиксированной, общепринятой формулировки нет, но вот это вот одна из наиболее общепризнанных, так скажем. Необходимо рассматривать компетенцию как параметр социальной роли, который в личностном плане проявляется как компетентность, то есть способность осуществлять деятельность в соответствии с социальными требованиями и ожиданиями. Анализируя уже только эту формулировку, мы понимаем, что понятие компетенции на самом деле ничье место не занимает. Оно не замещает ни навыки, ни умения, ни универсальные учебные действия, о которых мы будем говорить ниже. Это совершенно другое образование, которое реализуется в деятельности и обязательно требует определенных условий для своей реализации. Таким образом, мы можем сказать, что и жизненный опыт, и опыт, полученный в результате обучения, и коммуникативные навыки, социально-бытовая ориентировка, классический наш блок под названием ЗУМ, знание, умение, навыки, то, что мы понимаем в узком смысле как жизненные навыки, и все это так или иначе входит в понятие жизненной компетенции. Но входит не как составляющие отдельные элементы, а входит как те элементы, на основе которых организуется некая деятельность. Здесь вы видите, еще у нас есть знаки вопроса, потому что мы не можем описать все, что еще оказывает влияние на формирование и реализацию жизненных компетенций. Часть в чем-то список, конечно, мы можем продолжить, и каждый из вас мог бы добавить, я думаю, несколько пунктов, но главное нам понять, что этих составляющих очень и очень много. Более того, они никак не могут быть зафиксированы жестко и единожды закреплены. Каком бы этот список ни был, мы никогда не сможем сказать, что вот все, больше ничего не влияет. Мы все перечислили, и давайте теперь потихонечку с этим разбираться. Пусть у нас элементов много, но мы все это переберем. Нет, жизненные компетенции – это такое образование, такой конструкт, при реализации которого происходит каждый раз рекрутирование разных возможностей, разных составляющих элементов. И в этом плане мы никак не можем сказать, что у нас есть всегда фиксированные какие-то элементы. Часть элементов будет встречаться чаще, часть реже, но, тем не менее, это очень подвижная ситуация. Наиболее разработанный вопрос компетенций мы наблюдаем в области профессионального образования, где у нас профессиональные и универсальные компетенции просто закреплены стандартом. Вот я взяла для того, чтобы вас познакомить, выдержку из стандарта педагогов, компетенции педагога по ВГОС, которые должны быть сформированы у наших с вами учащихся. Поскольку это бакалавры, это студенты, как вы понимаете, достаточно юные вчерашние школьники. И давайте посмотрим, что же от них требуется. Те, кто преподает и занимается учебными программами, они знают, что компетенция – это наша головная боль, мы их должны прописывать. Во многих случаях мы делаем это формально, мы используем такие формулировки, как «не знание, умение, навыки», как было, сейчас вроде это уже для этого не актуально. Мы используем такие слова, как «знать, уметь, владеть», но, в принципе, все строится на тех же самых основаниях, как и было. Вот давайте посмотрим, что же представляет собой универсальная компетенция. «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач». Если мы с вами уберем слово «системный подход», то останется формулировка абсолютно применимая к тому, что мы хотим увидеть от наших детей. Мы хотим это увидеть на самых ранних этапах нашего образования. Даже на дошкольном уровне мы хотим увидеть, как ребенок осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации. Конечно же, на своем уровне. Следующий момент, например, способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, норм имеющихся ресурсов и ограничений. Заменяя действующие правовые нормы на правила школьного распорядка или на что-нибудь другое, мы понимаем, что это, опять же, абсолютно универсальная формулировка. Это именно то, что мы хотели бы видеть и то, что мы стремимся сформировать у детей на самых разных этапах обучения. Вне зависимости от того, есть ли у них особенности развития или нет. У них особенности развития, даже, может быть, в большей степени нам это важно для детей с трудностями, потому что выбор оптимальных способов решения задач для них является чрезвычайно актуальным. Как вы понимаете, эти все моменты, видите, являются такими общепринятыми. И оказывается, что мы де-факто уже реализуем этот подход. Мы стараемся и, не называя это этими словами, формируем компетенции. Другое дело, что вопрос о том, как их оценить, оказывается чрезвычайно сложным. Ну, к этому мы еще подойдем. Если они не складываются у нас, эти компетенции, из отдельных простых элементарных действий, значит, по этим универсальным элементарным действиям мы их не сможем и оценить. Ну, давайте искать дальнейшие подходы к решению этой задачи. Вот, например, у нас пример профессиональной компетенции. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. Заметьте, здесь не значится никаких конкретных умений. Есть способность осуществлять профессиональную деятельность. Эта формулировка включает в себя обязательный элемент выбора, ориентировки. То есть сам профессионал, реализующий эту деятельность, он в зависимости от той ситуации, в которой находится, актуализирует свои знания, умения и так далее, и осуществляет профессиональную деятельность, держа, естественно, в голове все эти нормы, правила, которые здесь у нас с вами упомянуты. В той же самой сфере профессиональных компетенций, конечно же, разрабатывается и вопрос их анализа и проверки. Ни для кого не секрет, что уровень выпускников не всегда соответствует тому, что ждут уже профессиональные организации, что ждут практические институты, которые принимают этих выпускников. Очень часто выпускники приходят с полной головой теоретических знаний и при этом очень трудно адаптируются, не имеют практических каких-то навыков, а самое главное, не имеют навыков совершенно другого характера. Бывает сложность организовывать коммуникацию, бывают сложности с таймингом, с организацией рабочего времени, бывают сложности с распределением задач и так далее. То есть, казалось бы, чисто профессиональные умения, навыки есть, а вот самой системы их реализации ее как бы нет, и она организуется уже на месте в процессе стажировки или чего-то. Как же проверяется это? Экзамены проверяют у нас на вами сумму знаний. Сейчас уже ни один экзамен практически не может обойтись без кейс-задания, которое предполагает некий такой свободный ответ на задачу с открытым концом, когда с открытым финалом, когда человеку необходимо самому выбрать те методы и средства, которые необходимы для решения поставленной задачи и как это себя проконтролировать. Одним из широко распространенных способов является эссе, который пишут соискатели для того, чтобы принимающая сторона, для того чтобы работодатель мог оценить и общекультурный уровень, и целый ряд других возможностей, других способностей, которые нельзя выявить на экзамен. И, конечно же, наши квалификационные работы, результат реализации, казалось бы, уже сформированных компетенций, но в области проведения исследований. Какая бы прекрасная работа магистрской или бакалаврской диссертации ни была, мы всегда понимаем, что остается многое за кадром. Мы не можем сказать о том, как специалист реализовывал это дело, и сможет ли он в условиях практических задач, которые будут перед ним поставлены, сможет ли он сориентироваться. Коммуникативные навыки остаются за кадром. Остается за кадром уровень владения методом. Да, мы видим представленные результаты, подправленные, сколько раз это было переделано, как это все было достигнуто. Это, что называется, рабочая кухня. Какими практическими умениями обладает, может ли он применять эти знания. Организационные способности, о которых уже говорилось. Умение ориентироваться в ситуации гибкость мышления, скорость деятельности, сколько времени потребовалось на это. Мы знаем, что многие действия у нас приходится осуществлять в достаточно сжатые сроки и так далее. Здесь специально оставила я несколько пустых строчек и думаю, что можно было бы этот список продолжать и продолжать. Именно поэтому мы вынуждены организовывать испытательные сроки, профессиональные испытания, в ходе которых можно увидеть, как же человек реализует именно свои знания, умения и навыки. А это не что иное, как посмотреть сформированность компетенции. Но в данном случае ситуация несколько проще, потому что когда мы говорим о профессиональных стандартах, то мы знаем, что должно быть. Мы знаем, какие требования предъявляются, какие задачи будут стоять перед человеком. И то, что он делает, максимально уже приближено к его практической деятельности или непосредственно является ее какой-то частью. При школьном же обучении наша ситуация немножечко другая. Мы только готовим человека, даем ему возможность, учим его. Он занимается учебными задачами. Непосредственно никто из нас, ну большая часть, так скажем, не решал логарифмические задания после школы, логарифмические уравнения. Большая часть не писала диктантов, не делала еще каких-то вещей. И это не значит, что они были нам совершенно ненужны. Думаю, каждый педагог согласится со мной, что это чрезвычайно важная учебная задача, которая формирует те способности и развивает те способности, которые нам нужны. Именно поэтому... Ой, почему-то не в ту сторону. Сейчас, секунду. Именно поэтому вопрос оценки вот этих интегративных способностей, которые нужны для выполнения любого действия, он чрезвычайно важен. И здесь наша палочка-выручалочка, очень разработанный и на данный момент хорошо представленный в педагогической литературе, в психолого-педагогической литературе блок, это, конечно же, универсальные учебные действия, формирование которых является, с одной стороны, очень важной задачей обучения, а с другой стороны, и они используются в обучении. То есть универсальные учебные действия, это действия, которые обеспечивают нам овладение ключевыми компетенциями, которые, в свою очередь, составляют основу умения учиться. Видите, постепенно наша матрешечка начинает собираться, и все те элементы, о которых мы говорили, будут находить свое место в этом сложном системном понятии компетенции. Какие же существуют методы оценки универсальных учебных действий? Здесь, казалось бы, ситуация несколько проще, потому что речь идет уже о тех вещах, которые мы можем конкретизировать. Мы можем их описать и каким-то образом ограничить. Это, с одной стороны, тесты, опросники, наблюдения, проективные методы, программ, которые направлены на анализ и проверку этих универсальных учебных действий, сейчас огромное количество. И все они, в общем-то, хороши. Можно какую-то критику высказывать, но они имеют достаточно широкий охват и прекрасно разработаны. Единственной проблемой является то, что часть этих методов имеют единственный ответ. Давая какое-то конкретное задание, мы получаем ответ на конкретное задание, и всегда остается вопрос. А в другой ситуации применится ли этот навык? Если мы говорим о навыках логического мышления, будет ли оно применяться, когда сам ход задачи, сама постановка ее не будет диктовать человеку, что нужно делать? Догадается ли он, какой инструмент ему нужно выбрать? И то же самое касается опросников, имеющих достаточно однозначную трактовку. Всех этих недостатков, казалось бы, лишены у нас такие методы, как проективные методы, метод наблюдения, но здесь остерегает нас другая проблема. Это сложность интерпретации, большие временные затраты на проведение этих исследований, необходимость дополнительных умений. Это не такая простая вещь. Требуется специальное обучение, нужны навыки реализации таких методов. И, конечно же, отсутствие единой системы оценки. То есть от специалиста к специалисту мы видим, что те или иные проективные методики могут быть интерпретированы несколько по-разному. В этом нет ничего страшного. В индивидуальной практической работе это очень хорошо дает возможность достигать индивидуализированный результат. А вот с точки зрения общей оценки и оценки сформированности тех же самых компетенций, это вносит очень большой элемент неопределенности. И вот такие возникают качели между слишком жестким закреплением и единственностью результата и сложностью интерпретации. При этом, оставив даже в стороне эти сложности, мы понимаем, что есть целый ряд факторов, которые не учитываются в этой системе, а именно не учитывается у нас комплекс конкретных условий деятельности, не учитываются социальные ожидания с учетом возраста. А вот что касается уровня актуального развития, они, это, конечно, наиболее разработанный аспект. И здесь мы можем поставить хорошую, такую честную галочку, сказать, что это мы учесть можем. И знания, умения, навыки, и универсальные учебные действия, и много еще чего мы можем протестировать, посмотреть и уровень актуального развития индивида определить. Однако, определяет ли этот уровень саму по себе деятельность? Конечно же, нет. И не только результат деятельности, но и ее характеристики он определяет лишь частично. Ну, давайте приведем простой такой пример. Ребенок решает задачи экзаменационные, контрольные в условиях контрольной работы и дома. Понятно, что результаты могут быть разные, и даже если мы исключим какую-нибудь там помощь родителей или что-нибудь еще, мы увидим, что для реализации этой задачи требуются разные компетенции, требуются разные усилия. Почему в школе это сделать будет сложнее? Что такого дополнительного нужно? Конечно, ограничения по времени, какие-то элементы, связанные с тревожностью, с той обстановкой экзаменационной, которая может приводить к тому, что человек начинает волноваться. Это касается, кстати, конечно, не только детей. И взрослые на экзаменах серьезно могут снижать свои показатели именно из-за самой ситуации экзамена. Если же мы не афишируем, что это экзамен, мы проводим какую-то беседу и в конце говорим, вот, спасибо, вы прошли, то тогда ситуация кардинальным образом меняется, и человек может себя проявить совершенно по-другому. То есть, сам по себе комплекс конкретных условий деятельности является чрезвычайно важным. И для того, чтобы оценить компетенцию, мы должны каким-то образом включить и учесть этот контекст. Ну, возникает тогда вопрос, не можем же мы проводить в самых разных вариантах, сравнивать, как это решается в условиях контрольной работы, как это решается дома, а если так, а если сяк, конечно, условий этих очень и очень много. Но здесь, опираясь на то, что деятельность определяется, не результат деятельности определяется вот этой триадой, а уровень ее организации, это дает нам возможность применить системный подход и подойти к этой задаче немножечко по-другому, оценить отдельные элементы, которые будут у нас универсальны для любого вида деятельности. То есть необходимость бороться с волнением, возникает не только в ситуации контрольной работы, она возникает в ситуации, например, в ситуации новизны, в ситуации какой-то неожиданности. Все знают, что в младших классах просто замена учителя может привести к совершенно непрогнозируемым последствиям. А часть детей не может учиться, она теряется и, казалось бы, перестает понимать, что происходит, что говорят всего-навсего, пришла другая тетя. И таких примеров мы можем привести достаточно много, когда у нас сам по себе контекст оказывает вот такое вот заметное и серьезное влияние на результативные деятельности. теория контекстного обучения очень много дает нам в плане теоретических представлений о том, как это возможно учитывать и какую важную роль играет контекст в обучении, как необходимо застраховывать наш образовательный продукт от вот таких случайных воздействий. Ну, наш с вами взгляд, он в первую очередь относится к тому, что мы ищем пути оценки. Как же мы можем оценить, насколько человек готов к этому? Ведь любая оценка необходима в первую очередь для чего? Не только для констатации имеющейся ситуации. Это само собой, это понятно и важно. Однако хорошая оценка необходима для прогнозирования. Зная, какой уровень развития тех или иных качеств, то-то или тех или иных знаний есть ли у человека, мы можем прогнозировать то, как нам действовать дальше. Мы можем прогнозировать дальнейшие образовательные какие-то действия. Мы можем прогнозировать, как нам дальше двигаться и ответить еще на целый ряд очень важных вопросов. Ну, давайте попробуем посмотреть, как этот вопрос у нас решается. Вот такой пример. Специально пример взят у нас из далекой области, но для нас он здесь будет очень удачным. Наверное, все знают этот чрезвычайно знаменитый эксперимент, где шимпанзе предлагалось, она была научена тушить костер водой из бака и прекрасно это получала. И когда костер был разведен на соседнем плоту, перед животным стала дилемма. Что делать, каким образом эту задачу решить. Нужно же огонь потушить, этому она была научена. И она перебрасывает мостик на тот плод, который у нее уже был, и идет туда за водой. Наливает воду кружечкой и гасит костер. При этом вокруг полно воды. Казалось бы, почему не зачерпнуть из-за борта? Почему не зачерпнуть забор на воды и не сделать это? Мы можем интерпретировать этот эксперимент как недостаток сообразительности, не умение экстраполировать качество, присущее той или иной субстанции, понятие воды, что вода в баке, и там вода одна и та же. Можно. И все это у нас в учебниках зоопсихологии, зоологии, все это у нас описано. Однако, если мы посмотрим на эту ситуацию с точки зрения компетенции, то выполнила ли наше животное свою задачу? Выполнила. И выполнила она ее каким образом? Простейшим образом, с использованием тех знаний, умений и навыков, которые у него были. Ведь на самом деле, это только мы с вами знаем, что вода в баке и вода за во ртом одна и та же, и вода и та, и другая потушит. Представьте себе, что это что-то другое, какая-то горючая жидкость, налита. Или в этой воде нефтяное пятно, или еще что-нибудь такое. Вода из-за борта далеко не со стопроцентной вероятностью потушит там костер. Она может и поспламенить его, если что-то такое не то, какое-то бензиновое тут у нас пятна плавают. И эта ситуация тогда поворачивается к нам совершенно другим боком. Мы можем сказать, что какие-то компетенции, базовые, основные компетенции, применение конкретных навыков, мы видим здесь, они реализуются и достигается успех. Именно это и дает нам возможность, именно эти соображения дает нам возможность создать уровневую систему оценки компетенции. Мы в любом случае деятельность осуществляем. Она выполняется лучше или хуже. Делается это с большей затратой энергии или с меньшей затратой энергии, с большим временем или с меньшим временем. Но в любом случае мы можем делать это рационально, можем делать нерационально. Но если эффект у нас достигается, если задача в конце концов выполнена, то мы можем говорить о том, что какие-то компетенции все-таки сформированы. Всем педагогам прекрасно знаком такой феномен, когда у нас есть решение в лоб, такое долгое, тщательное, стандартное алгоритмическое решение. И есть решение красивое, решение такое творческое, когда вдруг человек замечает, что что-то можно сократить, преобразовать, и вот это вот решение бывает приятным, красивым, очень коротким и таким замечательным. Но мы не можем ориентироваться всегда на поиск такого решения. Иногда на его поиск уходит времени гораздо больше, чем решение в лоб. В некоторой ситуации нет даже смысла искать красивое решение, нужно быстренько посчитать и идти куда-то дальше. То есть эти все вопросы, они оказываются неоднозначны и очень подвижны. И это имеет непосредственное отношение к компетенциям, которые сами собой уже у нас начинают раскладываться, разделяться на различные уровни. Давайте посмотрим на этапы реализации компетенций и увидим, убедимся в том, что наш с вами шимпанзе прекрасно выполнил свою задачу и реализовала компетенции. Запрос у вас принят, увиден огонь, соотнестение с контекстом деятельности. Да, в некоторой степени мы можем сказать, что были и другие варианты, но, тем не менее, бак был обнаружен и вода была оттуда взята. Навык актуализирован, деятельность осуществлена, для этого пришлось даже перебросить мостик на соседний плод, что тоже является уже новшеством, нововведением. Этому не учили ее, она смогла сама справиться. Ну и контроль и корректировка результатов тоже у нас здесь не было представлено, но если одного кружечки не хватило, она прекрасно понимает, что необходимо сбегать за второй и это осуществляет. То есть на самых разных уровнях у нас могут быть компетенции реализованы, и мы можем говорить о их оценке по элементам, по тем моментам, которые входят в их состав. Для этого, конечно, необходима достаточно сложная система, как я уже сказала, только на основании принципов системного подхода удается такую систему сконструировать. И здесь я вам представляю те уровни, так называемые социальные запросы к сформированности и компетенции, которые мы используем в основе нашего инструмента. Самый низкий уровень, самый простой, это самостоятельное применение базовых навыков в знакомых рутинных ситуациях. Если у нас этот уровень не сформирован, то, наверное, говорить о творческом каком-то подходе не немножечко рановато. Здесь есть некий разрыв между тем, что доступно на данный момент, и тем, что бы мы хотели. Следующий момент – это уже гибкое выполнение посильной инструкции с применением навыков соответствующего уровня. Если у нас есть навыки разные, мы можем их выбирать, и уже инструкция, может быть, не полностью не такой подробной, может быть, более общей. Человек сам выбирает то, как ему делать. Здесь, конечно же, примеров огромное количество. Учителя начальных классов, педагоги, занимающиеся, педагоги-дефектологи, и все те, кто работает с самым-самым началом, со стартом образовательного, прекрасно знают, что есть команда. Открыли тетрадку, взяли ручку, в правую руку, поставили, отвели две клетки. Это у нас один уровень. И есть команда «Напишите». Команда «Напишите» предполагает, что даже это не команда уже, это руководство к действию, просьба, предполагает, что все ниже лежащие навыки уже выполнены. Человек знает, что если ему говорят «Напишите», он должен взять ручку, открыть тетрадку и так далее. Не стоит даже на этом останавливаться. Но здесь могут быть вопросы, а чем мы будем писать? Ручкой, карандашом. Может этот вопрос быть отвечен, а может человек и сам ответить на этот вопрос, поразмыслив над тем, что, собственно, мы будем писать. Если у нас будет сейчас диктант, ясно, что нам, наверное, нужна ручка, если не было специальных указаний. И так далее. То есть это следующий уровень, который у нас может быть оценен отдельно. Есть действия, которые выполняются именно на этом уровне. Следующий – это выполнение действия, требующего самостоятельного анализа ситуации и осознанного выбора навыка и инструмента. Заметьте, все эти уровни, они являются общими, они совершенно не привязаны к конкретным каким-то образовательным задачам. Они могут быть реализованы как в первом классе, во втором, в третьем, при реализации абсолютно любой деятельности. Более того, мы даже можем увидеть это в гораздо более младшем возрасте. Например, выполнение действия, требующего самостоятельного анализа ситуации и осознанного выбора навыка. Когда младенец берет у нас с вами предмет и бросает его вниз, вначале это, так скажем, простое действие. Через какое-то время мы видим, что он начинает делать это непросто, а бросает это тогда, когда мы смотрим, учитывается, идет уже контекст. Бросает это такой предмет, который вызовет обязательно нашу с вами реакцию. Если на выброс игрушки мама уже не реагирует, она устала играть в поднимашечки, то мы можем бросить что-нибудь другое. Оно зазвенит по-другому, и мы реакцию свою получим. А что это? Как не анализ ситуации и осознанный выбор навыков и инструментов. Следующий чрезвычайно важный уровень – это адаптивное поведение вне стандартной ситуации и адекватная реакция на новизму. Та ситуация, о которой мы уже немножечко говорили, есть моменты, когда вся деятельность у нас с вами немножечко меняется в зависимости от того, что происходит, насколько она новая. Первый раз, когда я читала свою первую лекцию перед такой компьютерной аудиторией, это было чрезвычайно сложно. Сказать что-либо в молчащий экран очень сложно, он не даёт никакой обратной связи. И это чрезвычайно такое трудное было действие, которое окончилось тем, что вся лекция была прочитана в два раза меньшее время. От обратной связи нет, и от этого волнения, страха всё сжалось и превратилось в такой конспект. Тараторили всё, что надо, и всё. Со временем эта ситуация меняется, и данная ситуация, например, уже не оказывается новой. Это актуально для взрослых, а для детей ещё более важно. Более того, абсолютно непрогнозируемо, что окажется вот таким вот фактором, новым фактором, который может сбить. И здесь уже как раз при обучении и взаимодействии с детьми с расстройственно-аутистическим спектром мы это знаем, как нельзя лучше. Изменение внешней какой-то ситуации может привести к таким кардинальным изменениям деятельности, к полному её отсутствию. Ещё с утра прекрасно делали задание, а сейчас не то, что задание не делается. Мы даже не приступаем к нему, и любая деятельность парализована из-за изменений каких-то условий. Чрезвычайно важный уровень сформированности компетенции. Ну и последний уровень – это способность к внутренне мотивированной, познавательной и творческой деятельности. И здесь, конечно, мы должны с вами понимать, что границ верхних у нас нет. Мы можем развиваться в этом направлении абсолютно всю жизнь, без всяких ограничений. Но и начинается эта деятельность чрезвычайно рано, когда уже упомянутый нами гипотетический младенец задумчиво опускает свой ботинок в горшок, это и есть внутренне мотивированная познавательная деятельность. Смотрит, что из этого получится. И этот уровень не может быть у нас с вами автоматически надстроен. Он у нас имманентно присутствует с самого начала, и все они растут одновременно. Поэтому нам и требуется система, которую мы называем многомерным шкалированием. Следующий момент, который нам необходимо учесть, это, как я уже говорила, контекст. И здесь с радостью, наконец-то, можем обузить поле своей деятельности, рассмотрения и задачу свою конкретизировать. Коль скоро речь идет у нас о начальном общем образовании, то контекст деятельности оказывается у нас уже достаточно обозримым. Это, конечно, школьная учебно-индивидуальная деятельность, школьная внеучебная деятельность, которая может существенно облегчить или осложнить процесс обучения. И школьная социальная деятельность, все виды взаимодействия между сверстниками, виды взаимодействия с педагогами, с любыми другими людьми, участвующими в процессе обучения, это тоже чрезвычайно важный аспект, поскольку речь идет у нас об обучении массовым, об обучении групповом. Поэтому социальная деятельность у нас выделяется вот в отдельную такую графу. Здесь опять на секундочку вернемся к нашим познавательным, универсальным учебным действиям и посмотрим, как они проверяются. Это мной взято из одной из достаточно распространенных программ. В чем-то они между собой похожи и предполагают определенные задания. Ну вот, взято, ну и несколько таких, прямо скажем, стандартных, пристандартных. Надо найти отличие. Чрезвычайно важное задание, ну и показывает целый ряд умений, которые необходимы ребенку. И мы ставим плюсик или минусик, сформирована такая возможность или нет. Но не забудем, что мы дали одну задачу. И ребенок, в принципе, на эти задачи у нас натренирован, он умеет их решать или не умеет их решать, узнал, не узнал. Все находится в знакомом поле. Однако находить отличие ему требуется и в контексте совершенно другой деятельности, в целом ряде других действий, которые ему необходимо осуществить. Все мы их не можем оценить, но мы можем оценить сами эти виды деятельности, которые необходимы нам в школьном обучении. То же самое относится к заданию. На что похоже? Любой анализ, будь то картина, сравнение, там чего-то, обязательно мы должны это использовать. Однако часто так бывает, и такая ситуация не совершенно удивительна, особенно для, опять же, детей с особенностями развития, когда то, что делается в рамках простой учебной задачи, совершенно не экстраполируется на другую ситуацию. Это навык не, так скажем, не то, чтобы не генерализуется, а просто не используется, не приходит в голову его использовать. Иногда бывает, что можно его использовать, ребенок включается, если ему подсказать, и сказать, а вот помнишь, как мы там делали, давай подключимся. А бывает, что и нет. Внутри задачи да, а далее нет. И всем известен такой феномен, как, например, грамотность кроссвордиста. Человек, который любит решать кроссворды, может оказаться совершенно неграмотным писарем. То есть он может писать с ошибками, при этом решать кроссворды и прекрасно ориентироваться, делать это быстро и заполнять их грамотно. Такая ситуация была изучена. Поиск недостающих деталей, сравнение, все это элементы анализа и синтеза, которые являются составляющими всякой деятельности. А снизу у нас с вами представлены в схематическом виде наши уровни компетенции, которые могут по-разному компоноваться в зависимости от задачи. Давайте посмотрим, какие-то задачи мы можем решить на самом первом уровне нам достаточно реализации базовых наших знаний в какой-то конкретной ситуации. И потом требуется подключение уже других ресурсов, других умений, требуется небольшой анализ, учет контекста. Далее свободный выбор инструмента, постановка задач. Добавляется, здесь вот нарисовано сверху, этот второй элемент уже оказывается внизу, он уже становится базовой основой для того, чтобы можно было выбирать эти элементы, подходить творчески и искать более какие-то конкретные, более простые, более рациональные пути. Далее присоединяется у нас с вами адекватная реакция на новые воздействия, а могли бы мы ее и сюда присоединить. Может быть ситуация такая, где нам не нужно особенно выбирать элементы, нам нужно просто не растеряться и сделать ту же свою деятельность, которую мы делали всегда, но немножечко в новых условиях. Тогда мы получим другую композицию, которая тут у нас не представлена. Ну и самая большая наша пирамидка – это сложная деятельность, увенчивающаяся нашим пятым уровнем, где реализуется творческая деятельность, которая не может не опираться на все то, о чем мы с вами уже говорили. Не может она висеть в воздухе, если навыков у нас никаких нет, ну как же мы с вами можем притворить свои замечательные идеи в жизнь, если мы не имеем для этого инструментов или не можем выбрать тот инструмент, который нам сейчас будет нужен. Ну и теперь мы приходим к, казалось бы, такому парадоксу. Освоение программы любой также требует реализации определенных компетенций. Ну этот парадокс у нас уже решается. Он решается как раз разделением на вот эти вот уровни. Для реализации задач более высокого уровня у нас требуется, соответственно, сформированной с компетенцией более низкого уровня. И именно этот момент мы и можем с вами проверить. То есть жизненные компетенции у нас являются одновременно и целью, и средством ее достижения. И поэтому совершенно очевидно, что они никак не могут быть оценены по одному или нескольким заданиям. Но зато мы можем осуществить интегративную оценку уровня реализации различных видов деятельности, которые составляет учебный процесс. И посмотрим, как это может быть организовано. Вот здесь вот, может быть, не очень так хорошо видно, нам много информации, но это наши пункты наблюдений. Это то, та деятельность, которая окружает нас, то, что происходит в процессе учебной деятельности, то, что осуществляется в любой ситуации, вне зависимости от того, что бы мы учили, и то, за чем мы наблюдаем. Смотрим, как это реализуется, каким образом в данном поведении, на каком уровне осуществляется это поведение. Вот давайте посмотрим. Конечно, нам необходимо, здесь у нас наши уровни, начинаются с школьной учебной деятельности, и здесь мы заведомо не берем весь тот блок, который связан с анализом универсальных учебных действий. Он прекрасно разработан в нашей концепции, в нашей системе, только небольшой элемент, как это реализуется, могут ли эти навыки быть применимы, есть ли возможность их применить. Именно этот аспект нас интересует. А вот уже детали, для этого существует разработанная система, и она реализуется, и ни в коем образом не противоречит тому, о чем мы сейчас говорим, даже наоборот, очень созвучно и необходимо. Давайте посмотрим на самом первом уровне, уровне мы должны с вами, чтобы учебная деятельность наша вообще каким-то образом продвигалась. Необходимо пользование школьными принадлежностями, использование учебных материалов, необходимо регулировать свою деятельность, переключаться между различными видами деятельности, уметь выполнять инструкцию, преодолеть затруднения. Нужно иметь достаточный уровень работоспособности, уровень активации, ну и, конечно, уровень базовых знаний. Для каждого из этих пунктов можно составить тот... Можно составить целый блок материалов диагностических, которые будут тестировать нюансы. Нас же в данном случае интересует именно интегративная оценка. Ну, не буду останавливаться дальше на всех этих пунктах, вы можете ознакомиться с ними самостоятельно. Аналогично у нас есть с вами такой же спектр пунктов наблюдения, касающихся школьной внеучебной деятельности. Здесь у нас и навыки самообслуживания, и соблюдение гигиенических норм на исходном таком уровне. Здесь у нас и решение незапланированных бытовых задач, таких как, например, уборка, поведение в ситуации какой-то неожиданности, реакция на запрет наказания, осознание проблем и так далее. Здесь же у нас и более, так скажем, виды деятельности уже сложные, участие во всяких внеурочных мероприятиях, проявление инициативы, выступление перед публикой и так далее. Все это является теми элементами, которые создадут у нас ту самую интегративную оценку, о которой я говорила. Ну и социальная деятельность – это поведение как внешнекласса, так и внутри класса. И самые различные ситуации, которые встречаются у нас в учебной деятельности, здесь у нас оговорены в этих пунктах наблюдения. Как же мы будем, собственно, их наблюдать, и как работает наша методика, давайте мы посмотрим. Каждый из этих уровней можно сделать на соответствующем уровне. Такая вот, я обещала, будет у нас матрешка. Вот еще один вкладыш у нас здесь открылся. Можно деятельность, о которой мы говорили, один из квадратик предыдущих таблиц, реализовывать полностью самостоятельно, в соответствии с требованиями. Там и говорить нечего. Ребенок умеет использовать школьные принадлежности. Что это значит? Это значит, что он в зависимости от задачи возьмет либо кисточку, либо карандаш, все откроет, и, соответственно, не будет рисовать в тетради и так далее. Здесь не стоит останавливаться. Следующий уровень сформированности, то есть мы говорим о том, что деятельность в любом случае реализуется, она не состоит из компонентов, она у нас осуществляется, но может осуществляться более эффективно, более совершенно, может осуществляться на уровне более простого. В целом справляется самостоятельно, но и дальше этих «но» может быть достаточно много. Может скорость быть недостаточной, или, наоборот, торопится. Может не всегда соответствовать требованиям, может что-то не понимать, но в принципе справляется самостоятельно. Слово «самостоятельность» здесь у нас очень важно. В представлении методики у нас оценивается уровень самостоятельности отдельно. Ну, я еще об этом вам скажу. Может испытывать выраженные трудности и не справляться самостоятельно, только делать с помощью. Или эти трудности могут быть постоянными, так скажем, хроническими, связанными с какими-то определенными особенностями, а могут быть временными, например, на начальном этапе освоения чего-то не возникает, потом естественным образом уходит. Ну и самая печальная ситуация, которая тоже, конечно, бывает, это когда у нас индивид, ребенок, взрослый, не справляется с той деятельностью, которая есть никак. Ни с подсказкой, ни без подсказки. Казалось бы, вот начинает расти у нас такая стройная структура, и сейчас мы представим, как это можно все сложить в виде оценки. Но пока упущен у нас с вами какой вариант, какой аспект? Аспект причины, идеологический аспект. А почему? Почему не справляться? Может не обладать необходимыми знаниями, может не понимать, может не хотеть, не вступать в контакт, могут быть проблемы совершенно другого характера, проблемы внимания, проблемы эмоциональной, страх, тревожность, еще какие-то моменты. И в одной ситуации не справляется, а в другой ситуации, как мы уже говорили, может исправиться. Проблема с активационно-энергетической подсистемой психической, не успевает или слишком торопится, медленно действует и так далее. Здесь возможен целый ряд моментов. И от этих моментов, собственно, зависит, что будет зависеть. Будет зависеть, как мы будем помогать, каким путем мы сможем здесь помочь и организовать эту деятельность, сформировать. Ой, почему-то когда вот так, в другую сторону. Вот так выглядит у нас с вами диагностическая таблица в исходном варианте, где приведены те самые пункты наблюдения. В данном случае это один пункт наблюдения, пункт оценки, самообслуживание, одевание. Как вы могли сообразить, у нас таких пунктов оценки должно быть в каждой табличке было 25, табличек было 3, достаточно много. Но и охват, и задача-то у нас большая. Мы хотим же интегративную оценку получить, но, соответственно, по одному замеру это сделать совершенно невозможно. Даже когда мы берем пробу воды, нам нужно их сделать, по крайней мере, несколько, потому что кто его знает, куда мы случайно ткнули. Итак, структура в соответствии с этими уровнями выглядит следующим образом. Представлены возможные варианты реализации, уже конкретизированные под тот пункт оценки, который мы с вами обсуждаем, который мы оцениваем. И здесь уже все эти общие формулировки, которые вот тут у нас присутствовали, вот эти вот общие формулировки, они конкретизируются для конкретного вида деятельности. Посмотрите, полностью самостоятельно одевается, переодевается в соответствии с требованиями. Нам не надо перечислять, какие требования. Мы и так знаем, что в данном случае идет, предполагается. Причем это момент принципиальный, потому что ребенок, от него требуется, трафтология сейчас получит у нас, требуется считывать требования. И требования в детском саду были одни, а требования в школе были другие. И полностью адекватной реакция, полностью сформированной она будет, именно если она соответствует тем требованиям, которые предъявляются. Другая ситуация, да, но не совсем, самостоятельно одевается в большинстве случаев, но недостаточно хорошо справляется с какими-то определенными аспектами деятельности. И вот здесь мы с вами видим варианты, так скажем, проблем, которые могут возникнуть. Это для нас очень важно, потому что из этих вариантов проблем у нас с вами сложится профиль дефицитов. Каких же проблем будет больше? Всегда ли это будет связано с тем, что ребенок, допустим, не понимает, или это будет связано с тем, что он не успевает, да, будет медленно делать? Мы накопим эти моменты и в конце концов сможем оценить и вот такой вот показатель, как выраженность различных дефицитов. Это вот таким образом оценивается, испытывает трудности с одеванием уже более серьезной, и здесь более серьезные проблемы перечислены, которые мы должны выбрать, ну и так далее. Дальше самый последний момент, когда ну совсем никак не может сделать то, что требуется, и опять же тому есть целый ряд причин. Не по всем из них, не все из них подходят, да. Нам очень важно, почему это происходит, потому что когда мы с вами все знаем оценки, что оценки у нас обладают вот таким недостатком, не сделал, да, мы получили с вами контрольную работу, в которой задача не решена. И только в части случаев мы можем понять, почему мы можем увидеть неправильный ход решения. А если хода решения нет, почему? Может быть, просто не услышал, может быть, боялся написать неправильно, может быть, не хотел, да, или еще что-то такое. То есть по этому нулю мы ничего сказать не сможем. Ну, а нам хочется. Давайте посмотрим, что дальше. Данная система, как вы понимаете, достаточно громоздкая и сложная, поэтому была сделана работа по организации данного материала в виде Google таблиц, в которых вам уже представлен опросник, в котором вы увидите только то, что вам нужно. Он будет представлять только те элементы, которые необходимо оценить, в зависимости от первого выбора. Ссылку на этот опросник мы вам даем, она там у нас уже лежит. И сейчас я вот в конце скажу о том, как можно этим пользоваться. Она сейчас общедоступна, и мы всячески приветствуем пользование на этапе сбора, вот такого первичного сбора материала. Приветствуем участие в этой работе. Все можете полазить, посмотреть. Единственное, что пока не можем мы с вами говорить о обратной связи. То есть она будет, но через какое-то время. То есть сейчас, заполнив эту анкету, вы не сможете сразу получить результат. Просто у нас такого автоматического механизма нет. Но это будет сделано через какое-то время, и все это по запросу можно будет сделать. Единственное, что следует сказать сразу, оцениваются только те анкеты, которые будут заполнены полностью, целиком. Потому что в процессе освоения, конечно, возможны всякие огрехи и непонимания, но вот эти вот осколки и учебные все варианты, они будут выбрасываться, иначе массив наш будет тяжелезночайно замусорен. Итак, вот другой пункт оценки, как это выглядит уже в Google таблицах, что вы получите, зайдя в этот опрос. После того, как заполнить анкету. Конечно же, заполнение анкеты является чрезвычайно важным, потому что оно дает возможность оценить, вписать, чтобы эти данные не повесли в воздухе, а заняли то место, которое им необходимо, там возраст, пол и прочее испытуемых. Все данные персональные никак нигде не используются. Они оказываются исключительно в анкете, привязаны к тому человеку, который это заполнял. То есть что касается персональных данных, то они нигде не используются. Используются только показатели биографический возраст, пол, учебное учреждение и так далее. В ситуации такой полуавтоматизированной, которая была создана, она уже опробирована у нас в Федеральном ресурсном центре, более 100 человек нашими педагогами было обследовано. Таким образом были заполнены эти анкеты. Не сказала я, наверное, очень важный момент, что данная методика рассчитана на заполнение педагогами. Коль скоро мы хотим исследовать компетенции, сформированность компетенции в процессе образования, в процессе обучения, единственным человеком, который видит этот процесс изнутри, является педагог. Именно поэтому, зная, как педагоги закружены у нас всякими бумажками, мы постарались сделать максимально удобную форму. Итак, здесь уже мы не видим никаких дополнительных примеров, мы видим только сами уровни, которые необходимо выбрать. Вот смотрим. Пункт оценки «Использование учебных материалов» и далее выбираем наиболее подходящее описание. Ориентируются в учебных материалах в соответствии с требованиями, как у нас уже было. Выбираем этот. Или, например, пользуются «но». Значит, какие-то есть, используют печатный материал, но испытывают выраженный труд. И уже после того, как вами выбран тот или иной уровень, вы переходите на следующий. Если у нас с вами выбран четвертый уровень, то мы переходим к следующему пункту, потому что он предполагает, что проблем там у нас никаких нет. Если же у нас хотя бы третий уровень там был выбран у меня, естественно, для демонстрации не четвертый, то мы получаем тот список сложностей, которые этому уровню у нас соответствуют. Что здесь может быть? Не может пользоваться оглавлением, блок ориентируется на странице, не соблюдает правила отформления и так далее. Здесь мы выбираем в зависимости от того, что нам подходит. Бывает так, что все сразу, а бывает только один какой-то элемент. Это совершенно не важно. Это абсолютно свободная форма. И единственное, что, если вы понимаете, что здесь ничего не подходит, то либо здесь у меня не уместилось в скриншоте, либо пишите те уже словами, те проблемы, которые есть, это есть для этого специальная графа, либо, наверное, вы зашли не туда, а ваша ситуация лучше, чем вам показалось, и нужно выбрать другой пункт. И там тогда будут те примеры, которые будут больше подходить. Ну вот представим себе, что мы выбрали вот таким образом, и мы видим, что не может пользоваться оглавлением 2. Это означает часто, вот здесь у нас есть подсказочка, то есть практически всегда они пользуются. В данном случае мы говорим о самостоятельном использовании. Всегда плохо ориентируются на странице, но кое-какие правила оформления соблюдают. Не можем сказать, что не всегда и так далее. При этом, несмотря на вот эти вот сложности, складывает очень аккуратно и не мнёт, не рвёт и так далее. И со скоростью тоже проблем нет. Эти все моменты, как я вам уже сказала, складываются у нас с вами в другую копилочку, и мы сможем оценить их потом по тому профилю дефицитов, который у нас тоже предусмотрен. Значит, в следующий момент, после того, как мы ответили на эти вопросы, уже касательно одного пункта наблюдения, мы оцениваем степень самостоятельности. Опять же, для этого пункта наблюдения. Либо самостоятельно использует всё то, как вы сказали, и всё. Либо нуждается в общих указаниях, напоминаниях. По нашему опыту, по нашим примерам, оказывается, это один из наиболее частых выборов. И даже, что касается нормативных данных, у нас их ещё пока, к сожалению, немного. Но надеюсь, что с вашей помощью у нас это количество прямо сейчас будет расти, как снежный ком, и мы сможем оценить это в ситуации обычного обучения без каких-то там проблем, то оказывается, что общие указания, напоминания нужны практически всегда. И возникает вопрос о том, нужны ли они на самом деле. Действительно ли дети наши нуждаются в таком количестве указаний и напоминаний, не автоматически ли мы их даём. Потому что вопрос самостоятельности, он чрезвычайно важен, и уровень самостоятельности в решении задач оказывается очень важным предиктором при, например, возникновении трудностей обучения. Но это как раз прекрасное поле для исследований, в том числе и с помощью вот этого инструмента, то, что будет, я думаю, реализовано. Нуждается ли в постоянных подробных указаниях или может сделать это только при физической помощи и пошаговых инструкциях. И здесь мы видим, что у нас в разделе в области работы с детьми сразу уровень самостоятельности, он как раз и оказывается чрезвычайно разным. Есть виды деятельности, по которым чаще всего мы видим, выбирается именно вот этот пункт, то есть прямо физическая помощь и подшаговая инструкция. Но в то же самое время, и это очень важно, что наша методика сделана для, сделана универсальный по охвату, в то же самое время другие виды деятельности выполняются абсолютно самостоятельно. Вот таким образом, отвечая на все вопросы, мы получаем после обработки, которые, как я сказала, сейчас пока еще у нас в автоматическом виде не существуют, но будет сделаны, получаем сначала вот такой общий профиль сформированности жизненных компетенций, где у нас сопоставлены общие оценки по областям деятельности. Школьная учебная и индивидуальная деятельность, школьная внеучебная и школьная социальная деятельность. Мы здесь видим, что что касается учебной деятельности, на дальнем примере, это, конечно, уже конкретно ребятишки, которые были обследованы, это конкретные результаты. Здесь мы видим, что если в процессе школьной учебной деятельности все задачи и требования практически выполняются, то в других областях ситуация совершенно другая. Внеучебная деятельность и социальная деятельность гораздо менее освоенный и гораздо меньше уровень сформированности компетенций здесь наблюдается. И, конечно, мы видим сразу поле для возможной работы. Понимаем, что работа индивидуальная, это с данным ребенком приносит одни плоды, а работа групповая, это совершенно другая история. И, конечно же, требуется внимательно следить за тем, как он работает в группе и организовывать, по-видимому, какие-то специальные занятия в малых группах для того, чтобы этим элементом взаимодействия обучать и чтобы ребенок их осваивал. А здесь вот другая ситуация. Здесь мы видим, что у нас максимальный уровень сформированности наблюдается в школьной внеучебной деятельности. А вот учебная деятельность, она, как вы видите, не дотягивает даже до половинки. Здесь нет, дотягивает. Такая ситуация характерна для, например, детей с диагнозом задержка психического развития или умственная отсталость средней и легкой степени. Навыки бытовые развиты достаточно хорошо, по крайней мере, ориентируются. Мы же понимаем, что речь идет об ориентировке в привычной учебной школьной ситуации. Здесь уже все в порядке, ребенок все знает. А вот учебная деятельность ему дается с трудом. И дальше мы уже можем посмотреть более конкретно, в каких аспектах происходит у нас, так скажем, западание. Детализированный профиль, это следующий элемент анализа, показывает нам с вами распределение по уровням этих самых сформированности наших компетенций. Здесь мы видим, это ученик, насколько я помню, ученик первого класса. Мы видим, что касается самостоятельного применения базовых навыков в знакомых рутинных ситуациях, то здесь у нас наибольшее число набрано баллов. И также неплохо обстоит дело с гибким выполнением посильной инструкции и привинением навыков соответствующего уровня. То есть мы видим, что база у нас есть, у нас есть возможность оперировать с этими элементарными навыками. А вот дальше, дальше уже... Так. Чего-то там пишут, ссылка не работает. Все разберемся. Сейчас проверим и все разберемся. Для того, чтобы она... Ее можно попробовать не из файла открыть, а скопировать и вставить. Так, выложим еще раз. Да, видите, видеозаписи презентации. Если скопировать и вставить ее строку, она должна заработать. По крайней мере, с утра сегодня она работала, но все будет проверено. Итак, значит, на этой диаграмме, да, здесь мы видим с вами конкретный уже детализированный профиль, который показывает, что уровень, например, выполнения действий, требующих самостоятельного анализа ситуации и осознанного выбора навыка инструмента пока еще далек, так скажем, от совершенства. Что это значит? Это значит ли это, что просто еще ребенку не предлагались такие действия? Нет, это не значит. В данном случае идет оценка с точки зрения требований. Не забывайте, мы говорим о контексте, и мы говорим о социальном запросе. То есть есть некий уровень, который подразумевает уже именно вот этот вот самостоятельный анализ ситуации и осознанный выбор навыка. И здесь мы видим, что это у нас практически отсутствует, особенно в области внеучебной и в области социальной, школьной учебной деятельности. Это находится в более лучшем положении. Данная ситуация тоже уже нам с вами прямо намечает возможные пути каких-то вмешательств, возможные пути помощи. Также точно мы видим, что адаптивное поведение в нестандартной ситуации или адекватная реакция на новизну, вы когда посмотрите, пройдете по опросу или еще раз посмотрите наши пункты наблюдения, и вы увидите, что здесь подразумевается, что мы ожидаем от детей. Собственно, эти ожидания, они не придуманы, эти ожидания взяты из программ, из портрета ученика, из тех требований, которые сформулированы в самых разных документах, имеющих отношение к организации образовательного процесса на уровне начального общего образования. То есть это именно те моменты, которые действительно требуются, а не которые нам просто хотелось бы, конечно, может быть, хотелось бы нам и больше. И то же самое мы можем сказать и об остальных уровнях, их можно проанализировать, глядя на вот этот детализированный профиль. Но опять же остается вопрос. Да, это так. А почему? Почему? Что является причиной? Что мешает? Ну, давайте попробуем разобраться. Так, ну, хорошо, ладно, тогда мы не будем пока еще переходить к вопросу почему, а обсудим вот какой момент, это то, я сказала, что очевидно, да, у нас есть с вами уже пути помощи, да, посмотрев на то, как получается, как выглядит профиль, да, где чего у нас западает, какие уровни сформированы достаточно хорошо, мы можем уже это применить в конкретной работе. Каким образом? Да, дело в том, что те задания, которые мы даем, они также точно, прекрасно распределяются по тем уровням требований, которые к ним предъявляются. И здесь вот вам предоставлена небольшая табличка, это применение данной парадигмы в области развития речи, создание речевой среды для, при работе с родителями, мы даем рекомендации, как правило, говорить с ребенком как можно больше, нужно ему рассказывать, читать и так далее, ну, мне даже не очень удобно это все озвучить, потому что каждый из вас знает и может привести целый спектр этих рекомендаций. Однако не все из них оказываются своевременные, на каком уровне ребенок готов к тому, что есть. Иногда родители у нас начинают транслировать, да, начинают рассказывать не о заботе с обороне понимания, иногда наоборот он начинает избыточно комментировать то, что ребенку совершенно понятно, тем самым затормаживая его речевую активность. То есть здесь возможны всякие нюансы и знание о том, как соотносятся уровни сформированности и компетенции, оно дает возможность распределить эти задания по уровням и выстроить вот такую вот систему, где наши задания, которые мы предлагаем, будут соответствовать тому уровню, который есть. Не значит, что мы должны действовать только на актуальном уровне, но и обязательно должны заглядывать в уровень предыдущей, в соответствии с нашими принципами общеизвестными, да, и, конечно же, смотреть вперед. Однако перескакивать через 2-3 было бы, наверное, нецелесообразно. Если у нас ребенок только начинает, да, какие-то моменты распознавать, да, только начинает дифференцировать какие-то формы, то вряд ли нам целесообразно давать ему сразу сочинение стихов, да, и какие-то творческие задания. Они могут быть решены, могут быть даны уже в другом контексте, в контексте тех умений, которые у него находятся на более высоком уровне. А там, где у нас уровень компетенции, уровень сформированности и компетенции низкий, нам имеет смысл создать задания, соответствующие этому уровню, и следующему уровню тогда мы можем рассчитывать на такой вот плавный рост и более-менее адекватную, сообразную логике развития воздействия. И, конечно же, это будет экономить ресурсы, да, количество наших воздействий, которые уходят в никуда, безусловно, уменьшится. Тем более, что безответные усилия, да, они чрезвычайно вредны, потому что речь невоспринятая, она создает привычку, да, и к игнорированию, да, если человеку дается то постоянно, что он никоим образом не понимает и не может в это включиться, то он начинает естественным образом учиться это игнорировать, и потом нам же, как говорится, это бумерангом прилетает, потому что мы хотим, чтобы он нас внимательно слушал. Ну, это уже детали, так скажем, практический пример использования вот этих принципов в конкретной работе. Более подробно они изложены сейчас, где-то в конце сентября должно выйти статья в специальном образовании, и, конечно, ссылки все будут, информация все будет на сайте ПРЦ, можно будет с этим познакомиться более подробно. Ну, а мы сейчас перейдем опять же к вопросу, почему. Повспомним нашу с вами систему и поговорим о тех причинах, как они у нас складываются в те самые профили дефицитов. Как мы уже говорили, разные сферы психической деятельности могут быть затронуты при возникновении тех или иных трудностей. То есть бывают ведущие проблемы, а бывают проблемы сопутствующие. Ведущая проблема может находиться в когнитивной области, может находиться в потребностно-мотивационной, когда ребенок, в принципе, мог бы, мы знаем такие ситуации, когда наедине с педагогом в отдельном кабинете делаются совершенно удивительные вещи, решаются задания абсолютно недоступны в классе, в классе тетрадь пустая. Эмоциональные особенности, проблемы памяти, взаимодействия и так далее. Центральный регуляторный момент, который обусловливает вообще саму регуляцию деятельности. Может быть, мы знаем, что надо делать, но никак не можем выстроить это, или отвлекаемся, или наоборот, какие-то происходят у нас другие проблемы. И, конечно же, активационно-энергетический уровень, который как-то не очень принято выделять в этом контексте, хотя он чрезвычайно важен. И во многих концепциях говорится о том, что есть дети медленные, мы должны это учитывать. Это именно как раз из этой области. Есть дети медленные, есть дети быстро истощаемые, есть другие особенности, которые необходимо учитывать. Если оказывается, что те проблемы, которые мы набираем в процессе анализа, в процессе нашего опроса, в большей степени имеют отношение к активационно-энергетической системе, это значит, что и пути помощи мы должны искать именно в этой области. Может быть, нам нужно по-другому организовать режим деятельности, может быть, нам нужно сделать какие-то перерывы, может быть, нам нужно еще сделать какие-то изменения, которые учтут эти особенности, и тогда мы сможем сделать нашу помощь более адресной. Потому что отклонения в развитии любой из этих подсистем, безусловно, отражаются на сформированности жизненных компетенций и, как следствие, естественно, на всех нижележащих процессах. В наших таблицах в электронном виде этого у нас с вами видно не будет, но это делается, как говорится, за кадром автоматически. А вот в бумажных таблицах, которые в ближайшее время у нас планируются в публикации и тоже могут использоваться здесь, мы можем увидеть с вами, каким образом собираются у нас вот эти самые дефициты. Если мы говорим о том, что человек переспрашивает и уточняет задание, это в большей степени имеет отношение к регуляции деятельности. А если у него нет, допустим, проблем со слухом, и если мы аналогичны, вот здесь у нас в копилочку этой подсистемы психической идет данная проблема, если же у нас, давайте посмотрим, нет возможности сделать что-то из-за физических нарушений, то это будет уже совершенно другая история. Таким образом, проанализировав всю совокупность вот этих ответов, мы с вами можем получить вот такие вот, и будем получать вот такие вот распределения дефицитов по сферам психической деятельности. И в данном случае мы видим, что ведущей проблемой является у нас проблема в когнитивной области, а даже проблема регуляторная оказывается на втором плане. Эти профили, они чрезвычайно индивидуальны, они бывают ввиду небольшого как раз времени. Нет возможности показывать много примеров, но они могут быть как очень ровными, мы видим, что у нас дефициты практически везде наблюдаются, а могут быть очень сильно асимметричными, тогда мы понимаем, что есть какая-то область, которая прямо вопиет, горит, и там основная проблема у нас и сосредотачивается, тогда мы можем распределять уже свои специальные усилия соответствующим образом, и нам для этого даже не требуется особенно дополнительных никаких методических рекомендаций, чтобы начать работу адресную, персонифицированную, индивидуализированную работу с теми проблемами, которые у нас с вами выделяются. Ну вот в общих, наверное, да, в общих чертах мы с вами, то, что я хотела, так вот сжато донести до вас, наверное, всё. Благодарю вас за внимание. Не беспокойтесь, пожалуйста, ещё раз скажу по поводу ссылки. Идея выдать вам её сейчас возникла с утра, и, естественно, она вот оказалась, не успели толком проверить. Думаю, что всё работает, она на самом деле ссылка живая, и будет вам всем предоставлена, тем более, что мы очень хотим от вас этих самых данных, а вам тоже интересно посмотреть, что с вашими детьми, подопечными, можно сделать с помощью этого метода. Ну, сейчас я готова ответить на те вопросы, которые у вас, безусловно, возникли, потому что тема достаточно такая обширная, и думаю, что вопросы должны быть. Так, вот я задаю вопрос от Веролайни Евгении Валерьевны. Я правильно поняла, решение задач по математике для данной категории детей необходимо связывать с предметами, которые знакомы ребёнку. А как объяснять и решать задачи, например, если там даны данные 5 метров, да ещё 3 метра, или 24 книги, и взяли 4? Вопрос, как объяснять, да, в данном случае, нет, и можно ответить на вопрос, как объяснять, но я думаю, что тут вот из аудитории должны посыпаться сразу вал ответов на этот вопрос, которые, людей, которые могут это сделать прямо быстро и, наверное, лучше, чем я. В данном случае мы с вами говорим о том, что решение задач нас интересует в общем виде. Если вы посмотрите, вот когда пойдёте по опросу, что там у нас, какие проблемы с решениями задач, да, что у нас, нам, собственно, не важно, какую задачу мы решаем, потому что это подходит для любых задач. Либо мы неправильно прочитали условия невнимательно, да, либо мы делаем аритметические ошибки, либо мы пытаемся применить не тот алгоритм. Вот что для нас важно. Для оценки компетенции нам нужны вот эти вот общие такие вещи, которые имеют отношение к любому решению задач. А уже конкретные, это даже и не к универсальным учебным действиям, да, а ещё и более предметному, к более предметной области. Ну, вот как... Ответьте себе на вопрос. Да, да, да. Да, я уверена. Я поступила. Скажите, пожалуйста, будет ли подобный вебинар по учебным навыкам для расы? Это как раз вот то, что я просила, ваши запросы, какие ещё темы вебинаров были бы интересны. Вот мы себе взяли на заметку, будем тогда уже решать и думать. Так, Сметанила, это было в самом начале, может быть, вы уже ответили. Так, существует оценка жизненных компетенций у обучающихся с раз и умственной отсталостью, лёгкая, умеренная форма. Есть практические материалы. Да, существует. Это естественно, что в данном случае мы говорим о системной оценке. То есть эта оценка позволяет нам сравнить не только нарушенность вот этих компетенций, несформированность не только в проблемных наших аудиториях, но и сопоставить с тем, что должно быть в норме. И вот такого вот объёмного, многомерного шкалирования пока ещё не было. Вот это вот наше, так скажем, нововведение, на ухоу конферкальт. Также не дают они эти оценки, не дают они нам идеологических никаких подсказок и то, что мы имеем в виде профиля дефицита. Но это так, чтобы похвалить, сказать, чем мы отличаемся. Это всё, что называется, растёт из одних и тех же корней, но совершенствуется в связи с новыми возможностями. Изяна Юрьевна, тут вал идёт. Спасибо. Все хотят ссылку. Пока ссылка. По поводу ссылки не волнуйтесь. Когда будут выложены все материалы, после 23 сентября, на нашем портале вы всё найдёте. Мы поправим ссылку, почему-то она не открывается. Но мы это всё сделаем. Да, сейчас она откроется. Так, сертификат в правом углу общедоступные ресурсы. Здесь можно скачать его до окончания работы вебинара и вписать туда свои данные. Так, спасибо. Так, где ссылка? Спасибо, спасибо, спасибо. Огромное спасибо. У нас с вами время ещё есть, поэтому на самом деле, если какие-то вопросы есть, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать, потому что это, может быть, даже они не совсем прямое какое-то имеют к этому отношение, но это важно. У нас редко бывает возможность вот так вот пообщаться через такие большие расстояния, поэтому, пожалуйста, задавайте. В общем, надо сейчас это всё осознать, и спасибо большое. Материал изложен доступно, много полезной и новой информации. В общем-то, наверное, ключевое слово «новая информация». Да, но здесь возникает вопрос. Либо всё ясно, да, вопросов у нас когда нет, либо когда всё ясно, либо когда ничего не ясно. Очень интересно, огромное спасибо. Много важной информации, Верина Викторовича. Много важной информации. Так, поступила, я работаю в детском саду, есть ли вебинары для дошкольников. Кстати, сразу хочу анонсировать, у нас будет вебинар, ближе, следующий вебинар как раз будет посвящён дошкольному образованию. Следите за нашими, за нашим порталом, за нашими новостями. Там вон ещё запросик какой-то. Так, хотелось бы познакомиться с предоставством об обучении аутистов в условиях коррекционной школы восьмого вида. Так, спасибо за вебинар. Для меня был очень полезен и для себя разобралась в некоторых вопросах. Я очень рада. Задавать вопросы позже, например, в течение недели. По всем вопросам, и вообще, Федеральный ресурсный центр открыт. По всем вопросам, по всем темам, для любых консультаций, пожалуйста, обращайтесь на наш портал. Можно и по скайпу с нами связаться, можно онлайн, фейсбук, вконтакте. То есть по всем каналам связи с нами можно связаться, задать любые вопросы. Все наши специалисты доступны, в том числе, если конкретно вопрос будет к Елизавете Юрьевне, она с удовольствием ответит, мы всё это ей передадим. Так, подходят ли такие оценки для глухих детей? Вы поступили в вопрос. Да, конечно. Подходят такие оценки. У нас есть отдельная графа, которая учитывает физические особенности, да, то есть какие-то моменты у нас могут быть не выполнены в следствии физических особенностей. Но тем не менее, даже с учётом этого, есть деятельность, которую эти дети выполняют, и компетенции как раз могут быть сформированы, да, то есть мы всё равно учим, дети научаются решать задачи, учатся применять свои навыки, ну вот в тех условиях реальных, которые есть, да, это возможно для любых нарушений. Есть у нас уже набранный материал, не очень большой, но есть для детей с двигательными нарушениями, и мы чётко видим совершенно, что есть области, в которых, понятно, связанные с письмом там и вот такой деятельностью у них западают, но тем не менее у некоторых из них очень высокий уровень сформированности, компетенций, и творческих, и других. То есть в данном случае наш метод, он с одной стороны чувствителен, а с другой стороны не, вот такими вещами не, как сказать, ничего не зашкаливает. То есть это, да, вполне возможно. Так, вот вопрос немножко. Так, ребёнок в классе с чертами аутистическими, ему очень трудно, диагноза нет, он как бы в нужне. Просто занятия коррекционно развивающие с психологом школы пользы не приносят. Ежедневно, так, ежедневные трудности в учебной деятельности в общении, что посоветуете? Ну, я, конечно, посоветую пройти, да, и только единственное, что я уже сказала сразу, результат не получит, и через какое-то время, да, когда мы сможем дать вам результат, мы сможем определить профиль дефицитов, и может быть это поможет для организации последовательной работы. Понятно, что ваше описание, да, как вы понимаете, оно соответствует огромному количеству детей, а вот причины, на самом деле будут у всех разные, поэтому так заочно сказать, конечно же, нельзя, но наш метод один из путей, как можно начать с этим работать. Подходит ли для невербальных? Подходит. В каждом пункте у нас есть, мы делали, как я вам уже сказала, с обязательным прицелом на детей с расстройствами аутистического спектра, с аутизмом, поэтому в каждом пункте у нас обязательно есть предусмотрена возможность, может, ребенок не говорит. Ну да, здесь вот много тут такого плана вопроса. Спасибо. Можно распространить ваш опросник на других детей с ОВСЗ. Ну, собственно. В каком плане распространить? Пользоваться, да. Любые, да. Любые, да, мы хотели сделать, чтобы это было как раз сравнимо, более того, когда мы уже попробовали. Так, вот здесь работают большую часть времени с дошкольниками. Где посмотреть набор жизненных компетенций? Ну, тут вопрос достаточно сложный, потому что вся речь, собственно, моя первая часть сводилась к тому, что набора как такового жизненных компетенций у нас быть не может. У нас может быть только перечень жизненных навыков, перечень базовых каких-то умений, они есть. Они доступны в самых разных вариантах, а вот перечень жизненных компетенций – это вещь несуществующая, потому что жизненные компетенции реализуются в деятельности. Пока деятельности нет, компетенция как бы находится, так скажем, в виртуальном пространстве, она не реализована. Поэтому перечня нет и он не… нет задачи его формировать, потому что как только мы начинаем эту ситуацию делать жесткой, да, оговаривать, что это у нас с вами должно быть так и так, сразу возникает 33 способа, как это можно сделать по-другому, и это тоже оказывается адаптивно, это тоже оказывается адекватно. Именно поэтому вот перечень компетенций – это от непонимания самого понятия компетенции в том виде, в котором он нам сейчас понимается уже на уровне стандартов. – Я все-таки отвечу на некоторые организационные вопросы здесь в чате. По поводу сертификата. Если у вас возникли какие-то проблемы со скачиванием сертификата, потому что тот, кто смотрит в мобильных телефонах, там нет этой ссылки, пожалуйста, обращайтесь к нам на почту, напишите нам на почту после завершения мероприятий, и этот вопрос будет решен. Вопрос по видеозаписи, по материалу, ссылке, которые Елизавета нам любезно предоставила, это все будет выложено на нашем портале в соответствующем разделе после 23 сентября. Вот все это будет выложено, все это на нашем портале вы можете найти. Так же, как и календарь наших мероприятий, где вы найдете как раз анонсированный семинар по, вебинар, простите, по дошкольникам. Так. Не получается скачать сертификат, все это на это мы ответили, то есть все, что по сертификатам. – Да, вот кто-то нашел. – Да, вот кто-то нашел. – Так, ну все, спасибо, спасибо, спасибо огромное, Елизавета Идеревна. – Да, ну что, если вопросов больше нет, я тогда займу еще. Есть? Да, с удовольствием. – А если ребенок не посещал дошкольное учебное заведение, и ребенок к учебной деятельности не проявляет интереса? Так, обследование, формирование, развитие каких компетенций надо, а с обследования формирования и развития каких компетенций надо начать работу, чтобы в дальнейшем получить положительный результат в учебной деятельности. То есть, если не посещал дошкольное учебное заведение. – Ну, это на самом деле совершенно не важно, посещал он или не посещал. Если он не посещал, это значит, что он не знаком с правилами и требованиями, да, и вот мы не можем проверить вот этот вот момент. Но компетенции, они абсолютно общие. Я же вам показывала вначале компетенции, которые к педагогам предъявляются, мы их можем экстраполировать просто на абсолютно любого человека, дошкольника, школьника, да, что требуется. Поэтому в данном случае, опять же, говорить об какой-то одной компетенции было бы совершенно нецелесообразно. Нужно учить ориентироваться в контексте, да, выбирать цели и средства в соответствии с этим и воспринимать, соответственно, запрос. Вот в общих словах, да, что такое компетенция. На том уровне, на котором сейчас для ребенка актуален, нужно учить его пользоваться теми знаниями, которые у него есть, умениями, которые у него есть, применять их в самых различных ситуациях, это и будет формирование компетенции, которые потом в учебной деятельности будут ему чрезвычайно полезны и даст толчок к обучению новому дальнейшему. Это уже к вопросу непосредственно педагогическому, да. Мы не можем здесь особенно разделять, и все это идет, конечно, в комплекте. Спасибо, спасибо большое, спасибо, спасибо за полезный вебинар. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить тех, кто уже здесь выложил свои пожелания к тематикам вебинаров. Мы это возьмем себе на заметку, обязательно это все реализуем. Так, хотелось бы узнать подробно о существующих программах развития для детей дошкольного возраста. Так, все. А вот, это уже по теме сегодняшнего. Простите, не поняла, можно формировать жизненные компетенции, но не существует их перечня, как это? Да, это вот как раз стандартный такой вопрос. Вы знаете, для того, чтобы не ответить на вопрос, как это, мне нужно примерно третий рассказать с самого начала. Поскольку с записи это все будет, я думаю, что просто имеет смысл еще раз это пересмотреть. Это действительно информация такая шокирующая для некоторых. И могу, да, приоткрыть тайну с нашими педагогами тоже было непросто, пока они тут как-то въехали в это дело, поняли, что это за подход. Перечень у нас возможен только фиксированных каких-то вещей. Какой перечень? Представьте себе, что человек делает у нас хирургическую операцию. Какой перечень? Что мы можем? Какой перечень компетенции в данном случае? Есть базовые знания, есть навыки, умения. Но для данных конкретного действия не может быть никакого перечня, по которому он должен действовать. Это только на более таком примитивном уровне. Поэтому есть принципы и уровни сформированности компетенции. Вот их с учетом контекста мы и формируем. А что касается областей, в которых они могут реализовываться туда, это есть ближе всего к этому классификация универсальных учебных действий, которые являются, как уже было сказано, средствами формирования компетенции. Вот, но я призываю вас, если у вас такая вот бурная реакция, с ней знакома я очень хорошо, просто еще разок потом как-нибудь посмотрите и может быть что-то проясните. После 23 сентября. Да, после 23 сентября. И уже с исправленными ссылками. И обязательно спасибо огромное. Друзья, коллеги, мы завершаем наш вебинар. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что были с нами. Сегодня очень много народу было с нами. Спасибо вам большое. У нас есть и две минутки осталось. Я только тогда еще два слова скажу для тех, кто не в ужасе от этой информации. И у нас сейчас начинается целый цикл совместных работ с самыми разными учебными учреждениями, которые готовы в тесном сотрудничестве с использованием этой методики и других доступных для них методик работать. Мы приглашаем. Если у вас есть группа детей, пока мы не можем на индивидуальном уровне, это тоже будет сделано для общего пользования безусловно. Но для и доработки, и апробации самой методики мы сейчас приглашаем к сотрудничеству тех, кто имеет возможность обследовать достаточно большие группы детей, там не важно, нормотипические или с какими-то особенностями, с любыми абсолютно особенностями нам подходят. вот указанного возраста от начальной школы, ну или старшие дошкольники, которые имеют опыт уже обучения в школе, то мы приглашаем к такому уже конкретному и адресному сотрудничеству и взаимодействию. Вот что я хотела. И вот очередной вопрос, возможно ли применение этого метода не только для детей с рас. Нельзя от Юрины начала. Как раз вебинар именно с этого, вычеркнув, что наоборот это для всех. Возможно, если вы это внимательно слушали, то вы, наверное, заметили, что слово «раз» звучало не очень много, так стало ближе к концу появляться. Это у нас специально и намеренно наша задача как раз посмотреть разные нозологии, в том числе и особенности развития, как особенности развития, например, проблемные, так и особенности развития положительные. И одаренные дети, и другие варианты, нормотипические дети различных, так скажем, и спортсмены, и музыканты со специальными всякими занятиями, все это может быть осмотрено и опрошено с помощью нашей задачи. Педагог может применять этот опросник, пользуется относительно любого ученика. Единственное условие пока это начальная школа. Сделан был специально для начальной школы. Спасибо за вебинар, спасибо, до новых встреч, взаимно. Спасибо. Да, благодарю всех, кто далеко и близко. Особенно тех, кто, так мы понимаем, у кого-то даже три часа ночи сейчас. Ну, в общем, да, как-то это все радует, что эти вопросы цены, это значит, что мы будем... Есть интерес, да, есть интерес, и мы не зря это все делаем. Спасибо большое. Вот у нас 22. 22, ну да, да. Тогда спокойной ночи. Тогда спокойной ночи. Все, до свидания. До свидания. Продолжение следует...